Видео представлено сайтом online-gdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание из учебника математика 5 класс Никольский номер 832. Нам нужно сложить дроби и мы видим, что эти дроби с разными знаменателями. А чтобы сложить две дроби с разными знаменателями, их надо привести к общему знаменателю, а затем применить правило сложения дробей с общим знаменателем. Также можно применить вот такую формулу QS, то есть мы сразу приводим к общему знаменателю и сразу же суммируем. Итак, посмотрим на дроби под буквой А. Итак, для данных дробей 1, 2, 1, 3 общим знаменателем будет 6. Для этого нужно 2 умножить на 3. Запишем дополнительные множители для каждой дроби. Итак, чтобы у нас знаменателем вышло 6, для первой дроби будет дополнительный множитель 3, а для второй будет 2. То есть нам нужно 1 умножить на 3 плюс 1 умноженное на 2. Считаем, сколько будет. Здесь будет 3 плюс 2 будет 5, а внизу у нас будет 6, то есть 5 шестых. Следующая дробь 1, 2 плюс 1, 5. Итак, для данной дроби будет общий знаменатель, это 2 умноженное на 5. Итак, здесь будет дополнительный множитель 5, а здесь 2. 1 умноженное на 5 плюс 1 умноженное на 2. Да, почему я пишу именно так, потому что мы вспоминаем с вами правило сложения дробей с общим знаменателем. Это когда знаменатель мы записываем тот, который есть, а числитель это сумма числителей наших дробей. Итак, считаем. 5 плюс 7 у нас получается. Будет, точнее, 5 плюс 2, получается 7 десятых. Так, следующие дроби В. 1 третья плюс 1 четвертая. Общий знаменатель будет 12. 3 умноженное на 4. Так, ставим дополнительные множители. У первой дроби это 4, у второй 3. Итак, записываем числитель. Это сумма числителей, то есть 1 умноженное на 4 плюс 1 умноженное на 3. Равно 4 плюс 3 будет 7 в числителе, в знаменателе 12. Следующие. 1 четвертая плюс 1 пятая. Так, общий множитель будет 20, то есть 4 умноженное на 5. Здесь дополнительный множитель 5, во втором случае дополнительный множитель 4. Итак, суммируем числители. 1 умноженное на 5 плюс 1 умноженное на 4. Равно 5 плюс 4, это будет 9, 9 двадцатых. Так, следующая D у нас. 1 вторая плюс 1 четвертая. Но здесь мы видим, что общий знаменатель будет 4. Получается, что для первой дроби, чтобы в знаменателе стало 4, нам нужно 2 умножить на 2, то есть дополнительный множитель будет 2. А вторую дробь мы оставляем так, как есть, мы ее не трогаем. Значит, в числителе у нас будет 1 умноженная на 2 плюс второй числитель мы не трогаем, оставляем без изменения. Это 1 равно 2 плюс 1, это 3, получается 3 четвертых. Итак, 1 третья плюс 1 шестая. Опять, как в предыдущем случае у нас ситуация. Общий знаменатель это 6. Значит, для первой дроби будет дополнительный множитель 2, потому что 3 нужно умножить на 2, чтобы знаменатель стал 6. А вторую дробь мы просто не трогаем, у нее уже знаменатель 6. Значит, в числителе мы запишем 1 умноженное на 2 плюс числитель второй дроби, просто 1. И в итоге получаем 2 плюс 1, это 3 шестых. Но эту дробь мы можем с вами сократить на 3, потому что и числитель, и знаменатель у нас сокращаются на 3. 3 разделить на 3, это 1, 6 разделить на 3, это 2. Получаем 1 вторую. 1 вторая плюс 1 шестая. Общий знаменатель 6. Дополнительный множитель для первой дроби будет 3, чтобы в знаменателе стало 6. Вторую дробь мы снова-таки не трогаем, она уже у нас 1 шестая, знаменатель 6. Итак, в числителе записываем 1 умноженное на 3 и плюс второй числитель мы не трогаем, просто 1 записываем. Получается 3 плюс 1, 4 шестых. Данную дробь мы можем сократить на 2, 4 разделить на 2. Давайте я пропишу, что это 2 на 2 и 2 на 3. То есть мы двоечки можем сократить и у нас остается 2 третьих. Так, и последняя, последняя дробь под буквой Z. 1 четвертая плюс 1 восьмая. Общий знаменатель у нас 8. Дополнительный множитель у первой дроби 2. Вторую дробь мы не трогаем, у нее уже знаменатель 8. Итак, записываем числитель. Единица умноженная на дополнительный множитель 2 и плюс числитель второй дроби просто единица. Итак, 2 плюс 1 будет 3. Получается 3 восьмых. Вот и все. На этом задание мы с вами решили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Если у вас есть какие-то пожелания, комментарии, прошу оставлять их под этим видео. А я с вами прощаюсь до следующего задания.